Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать вот такой эффект слэша от меча. И начну я с самого первого компонента, с главного, самого слэша. Отключу сейчас все ненужные. Итак, есть вот такой слэш. Этот слэш использует вот такую модель, двустороннюю. Я сделал слэш двусторонним, чтобы он казался более объемным, чтобы это не выглядело как плоский плейн. Вот даже если посмотреть спереди, слэш кажется объемным. Сейчас для наглядности покажу варфрейм, в сетку. Итак, слэш сделан с помощью вот такого шейдера. В шейдере я использую значение текстурных координат, чтобы управлять ими системой частиц Custom Data. Custom Data X, Y и Z, то есть вот UV1 set, я вот выбираю его в Custom Vertex Stream. UV2 set, вот который я выбрал в Amplify. И в общем UV2 отвечает значение вот эти, VT, ZV. И эти значения добавляю в окошко Custom 1, то есть вот эти первые два значения для движения слэша. Вот они, XY. И еще два значения для управления цветом слэша через Smooth Step. Вот как раз таки Z и V, W точнее, говорю, V. И сейчас покажу, как это работает. Сам слэш движется, то есть не движется, а вращается немножко по своей оси. Вот как-то так. Движение текстуры, которое я использую в материале, вот текстура вот такая вот. Она движется также с помощью вот этих, с помощью UV координат. То есть я вот двигаю, сейчас покажу наглядно. Вот. Одно значение отвечает, чтобы двигать текстуру в одну сторону. И еще одно значение отвечает за то, чтобы двигать текстуру в другую сторону. Это проще делать в шейдере, чем рисовать по кадровую анимацию. И два остальные значения отвечают за сам цвет. То есть вот. Это максимальное значение Smooth Step. То есть вот. Я добавляю сюда значение V и T. И минимальное значение это значение Z. То есть это уже более отвечает за прозрачность. Например, если я изменяю уже первое значение, Z становится более ярким или более прозрачным, если значение равно единице. И изменяя эти значения через кривые, я добился вот такого результата. Ну и в конце, само собой, я добавляю Vertex Color, чтобы можно было изменять цвет в системе частиц. Ну и остальные там стандартные настройки, типа цвет в материале, эмиссия и все остальное. Дальше. Я использую вот такой вот флэш. То есть создал вот такой флэш. Как бы это момент попадания. В принципе можно и без этого. Это просто одна частица, которая живет 12 сотых секунды. Плюс дальше вот вылетают еще такие искры с этого места. Ну как бы место попадания. Это форма конуса. Кстати, из-за того, что я использую Rotation тут и вот здесь два значения, вот эта форма отображается некорректно. То есть видите, она повернута в другую сторону. Ну и вылетают эти частицы в один момент. То есть 30 частиц бурст. Можно, кстати, как я делаю менять размеры со временем, а можно просто менять прозрачность со временем. То есть в конце делать их не маленькими, а просто делать их прозрачными. Дальше идет дым от взмаха мечом. Ну, не дым. вот такие вот частицы. Частицы спамятся в форме конуса. И также я вистое значение arc, это какой угол круга будет спамить частицы. 210 градусов. То есть частицы будут спамиваться не на 360 градусов, а на всего на 210. Чтобы они спамились как раз на углу этого круга, я выставил радиосигнес 0.3. То есть, если будет, допустим, единичка, они будут спамиться по всей площади. Еще я выставил мод бурст спред, чтобы они появлялись на одинаковом расстоянии друг от друга. Появляются вот 24 частицы. А чтобы эти частицы двигались вокруг по пути слэша, я добавил орбитальную скорость. Для этого я выставил случайное значение от 1.5 до 4 единиц. И также я сделал радиальный разлет частиц, чтобы они летели от этого круга. То есть поставил значение между 3 и 5 единиц. без этого они будут просто лететь по кругу. Также я добавил искры, которые сделаны похожим образом, но только для них я выбрал другой материал и изменил размер, но и скорость я выставил само собой больше и сделал замедление с помощью лимит велосипеда в реллофтайм. Потом я еще добавил вот такой как бы дым. Сейчас его не видно, потому что земля такого же цвета, как и дым. Вот, а ну-ка, вот, его видно немножко с этой стороны на синем фоне. Эти частицы придают эффекту реалистичности, как бы от взмаха мечом появляется пыль. Они движутся похожим образом, как и дым, но есть небольшое отличие. я добавил им linear скорость, чтобы они двигались со стороны взмаха меча, и уменьшил орбитальную скорость, и уменьшил значение арк во вкладке shape. И под конец похожим образом я как и дым я добавил дисторшн частицы, чтобы вот задний фон немножко размывался. Как бы типа слэш сильно быстрый и разрезает воздух, что идет прямо такое искажение. И чтобы эти частицы не искажали сам слэш, я выставил их на задний план с помощью sorting футш, потому что вот без этого они также будут искажать сам слэш. В общем, на этом все. Если будут еще у вас какие-то вопросы, спрашивайте о комментариях. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры Продолжение следует...